Здравствуйте! Здравствуйте! На сегодняшний день все котельные запущены. Все школы, детские сады, все больницы запущены. За исключением больницы, которые сами по письму отказались. У нас опускается больница, вот никого они ждут до конца ноября. И запущено 1019 домов, это на утро. Работы сейчас продолжаются. И до конца дня сегодня все остальные дома, это у нас всего 1860, планируют запустить полностью управление сегодня. Районы, теплосеть и жилищники проводим уже итоговое такое, подведем итоги и посмотрим, какие вопросы есть. Действительно вопросы возникают. И завтра на утро у вас будет картина уже ясна, то как мы на 17 число обеспечили подачу тепла. То есть правильно ли я понимаю, Михаил Лукович, мы пообещали жителям города Мариуполя, что 17 числа теплоноситель будет 100% обеспечен. То есть мы к завтрашнему дню, к обеду, к вечеру, можем твердо сказать, что мы тепло подали и сказать о проблемах, где не получилось, и сказать, почему не получилось. Правильно? Так точно. Понимаете, все, что мы говорили о том, что мы запускаем рожих котелин, мы по графику начали, запустили социальную сферу по графику, горячая вода по графику. Сегодня и жилье немного раньше мы начали подачу тепла на тех ветках, где социальные объекты, которые мы запускали параллельно жилье. Сегодня окончательный перечень домов, который остался до вечера, я надеюсь, что мы все-таки закончили. Только надо сегодня тоже сказать честно, что мы двигались по графику, и на сегодняшнюю дату мы запустили, если говорить о жилье, 60% в жилье. И в некоторых районах это даже не 60%, это в целом по городу. Если говорить о Ливобережном районе, в котором я проживаю, то вы запустили всего лишь 30%. И конкретно в моем доме, в моей квартире, холодно, я вам вот здесь как житель города Мариуполя работаю. Поэтому надо четко говорить районами, не размазанными цифрами отказать. Не взагалей, а конкретно. Потому что из-за недостатка информации складывается мнение, что никто ничего не делает. Субтитры сделал DimaTorzok